Генеральная Ассамблея заслушает заявление, его превосходительство, господина Махамада Наджиба Туна Абдул-Разака, премьер-министра Малайзии. Хочу попросить сотрудников протокольного отдела сопроводить в зал его превосходительства. Мне очень приятно приветствовать премьер-министра Малайзии и его превосходительство, Дата Сири Махамада Наджиба Туна Абдул-Разака. Прошу его выступить перед членами Генеральной Ассамблеи. Господин председатель, поздравляю вас с назначением на пост председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ваш опыт и мудрость будут крайне важны в руководстве нашей работой. Тема этой сессии «Объединенные нации, 70-летие, путь к миру, безопасности и реализации прав человека» является очень актуальной. Нам необходимо найти новые подходы. Подняться над политическими разногласиями, нужно поставить народы на первое место в эпоху, когда старые подходы больше не работают, не позволяют решить сегодняшние проблемы. Наш мир состоит из государств, но мы видим новые конфликты и угрозы нашему миру и безопасности. Эти угрозы не признают границ, не государственные действующие лица. Такие, как так называемые исламские государства, угрожают уничтожить суверенное государство. Их ужасающие деяния, их жестокости не вписываются в официальные границы. Они знают, как использовать социальные средства связи для вербовки людей в далеких странах. Они дают ложные обещания, убеждают многих молодых людей в том, что их варварские действия приблизят этих молодых людей ближе к Господу. Вызывает отвращение эта практика и это оскорбление в адрес ислама, религии, мира, сдержанности и справедливости. Но эти экстремисты не могут быть побеждены обычными военными средствами. Господин председатель, пять лет тому назад я выступал перед этой ассамблеей и призвал глобальному подъему умеренных политиков, представляющих все религии, все страны, с тем, чтобы изолировать экстремистов, двинуть нас в сторону прагматизма и мира. Малайзия придерживается такой позиции на практике и создавая интеллектуальный потенциал. В центре этих усилий лежит подтверждение подлинного характера ислама. Мы должны в то же время признать, что пока мы не побеждаем в пропагандистской войне против так называемого исламского государства, их ложные утверждения, мы не опровергаем эффективно. И поэтому многие заблудшие присоединяются к ним или поддерживают их. Вот почему так важно доносить правду о настоящем исламе, в особенности, когда продолжаются конфликты, когда люди теряют надежду. Именно это создает благоприятную почву для экстремизма. А те, кто борются, и те, кто поддерживает экстремизм, извращение подлинного ислама, это именно те люди, которые вызвали нынешний кризис с миграцией из Ближнего Востока. Ислам безоговорочно запрещает убийство гражданских лиц во время войны. Ислам защищает меньшинство, уважает представителей других вероисповеданий. Ислам поддерживает стремление к знаниям, поддерживает важность справедливости и сострадания. Как сказал пророк Мухаммед, цитирую, «Вы не войдете в рай до тех пор, пока у вас не будет веры, и у вас не будет подлинной веры, до тех пор, пока вы не будете давать другим людям то, что вы сами любите». Не должно быть разногласий между мусульманами, между шиитами и суннитами, которые, может быть, по разным путям, но идут к одной цели. Ислам осуждает разрушение исторических памятников, части культурного наследия, планеты. Ложь исламского государства включает их заявление, что они должны уничтожать исторические памятники, потому что пророк Мухаммед уничтожил идолов, которые были привезены в Мекку. Но это ложная аналогия. Каба была построена пророком Авраамом для того, чтобы поклоняться единому подлинному Богу. А последующие поколения добавили идолов. Пророк Мухаммед должен был очистить Мекку от этих идолов с тем, чтобы его последователи могли молиться в Мекке. Но исторические памятники, которые уничтожает исламское государство, никогда не использовались для поклонения единому Господу и затем не были осквернены. Поэтому эти аргументы не действуют. Более того, Господь сообщает нам, что эти памятники – это памятники прошлых цивилизаций. Некоторые из них были супердержавами в свою эпоху, но сегодня исчезли. И эти памятники напоминают нам о том, что мы не должны быть своенравными. Мы должны помнить о необходимости сдержанности. Мы должны разъяснять пагубность идеологии исламского государства, то, что их путь – это не исламский путь, их действия – это зло, которое не соответствует исламу. Мы должны испытывать сострадание и использовать наши знания. Господин председатель, правительство Малайзии поддерживает научное изыскание, направленное именно на достижение этой цели. Международная группа ученых, суннитов и шиитов, которые представляют глобальную общину мусульман, работают в Куала-Лумпуре. Их задача – разъяснять характер исламского государства на основе религиозной исламской мысли за последние 14 столетий. Исламское государство совершенно не то, что представляет собой организация в Сирии и Ираке, утюрпировавшая название. Исламские ученые подчеркнули, что исламское государство должно быть основано на справедливости во всех формах, политической, экономической, судебной, ради своих граждан. Исламское государство должно быть основано на целях шариата, макасидского шариата. Главная задача здесь – защищать и обогащать жизнь, религию, интеллект, собственность, семью и достоинство. Исламское государство, подлинное исламское государство, должно защищать все народы под его управлением, сохранять их религии, языки и исторические памятники. Потому что Господь требует от нас, и я цитирую Коран, «Мы сделали вас нациями и племенами, чтобы вы познакомились друг с другом». Мы были созданы как единая религиозная община, но Господь не сделал этого для того, чтобы нас испытать. Он не требует от нас соревнования в благодетели. Подлинное исламское государство, поэтому это замысел Господа по обогащению гуманности. Мы должны испытывать сострадание, быть добрыми и скромными, но при этом нет никакого принуждения. Так называемое исламское государство не выражает благородные идеалы ислама, идеалы сострадания, идеалы поддержки наших близких. Они нарушают волю Господа, они оскверняют название нашей религии, и ни один подлинный мусульманин не будет их поддерживать. Вот то послание, которое мы должны доносить до мусульман и немусульман. И я призываю уму подняться единым голосом и заявить от имени всего мира исламскому государству. Вы нас не представляете. Господин председатель, никто не должен сомневаться в том, что Малайзия очень серьезно рассматривает проблему боевиков и тех, кто хочет использовать Куала-Лумпур как перевалочный пункт, и тех, кто хотел бы посеять насилие и разрушение у себя дома. О многом я не могу рассказать по соображениям безопасности. И, может быть, кое-кто будет думать, что, поскольку в Малайзии не было террористических актов, мы не испытываем проблем в области безопасности в нашей стране. Но это, господин председатель, совершенно не так. Наши бдительные силы безопасности работают неустанно. Мы перехватили многих, кто направлялся в исламское государство через Куала-Лумпур, именно благодаря нашим усилиям. Они не присоединились к исламскому государству, от действий которого страдают в Сирии и Ирак. Но, к сожалению, мы перехватили не всех. Мы знаем о 39 малайцах, которые присоединились к исламскому государству. Мы арестовали более ста наших граждан, которые подозреваются в связях с исламским государством. Это угроза реальна. Есть люди, которые хотят, чтобы на наших улицах царил террор. Но мы с этим не согласны, и они добьются успеха. Малайзия была и всегда будет страной, где свободно живут представители многих вер и этнических групп. Мы должны более активно бороться вместе с этой угрозой. Военные разведорганы должны обмениваться информацией. Страны должны сотрудничать для того, чтобы арестовывать, тех, кто хочет присоединиться к этим формированиям. Нам нужны необходимые законы для этого. Когда есть доказательства, мы должны действовать без колебаний. Если жизни наших граждан угрожает бомба в торговом центре на вокзале, мы должны действовать, пока не поздно. Господин председатель, 2015 год дает нам многие вдохновляющие примеры. Например, Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Кубой. Это историческое достижение, пример умеренности в действии. Для этого нужно было мужество. И этого не случилось бы, если бы верх одержали те, кто придерживается старых политических позиций. Вперед смотрящие лидеры всегда на первое место ставят интересы своих народов. Аналогичное мужество, господин председатель, необходимо для того, чтобы положить конец несправедливости, от которой страдают палестинцы с 1948 года. Десятилетия безнаказанности и систематической дегуманизации палестинцев привели к росту насилия, росту незаконных поселений, более широкому нарушению прав. Разочарование и гнев палестинцев разделяют мусульмане по всему миру. Если мир будет продолжать игнорировать эти страдания, создается опасность еще одной катастрофы на оккупированных палестинских территориях. И мы не реализуем право на самоопределение, которое было в основе создания ООН 70 лет тому назад. С учетом этого, в контексте нарушений в мечети Алякса в Иерусалиме во время Рош-Хашана, нападений на тех, кто молился там три недели тому назад, я призываю израильское правительство придерживаться самых высоких этических принципов иудаизма, того, о чем говорится в Торе, как было сказано в Первом веке, когда Хилле спросили, как он может архитировать Тору в одной фразе, он сказал, «То, что вы сами ненавидите, не творите этого по отношению к вашим близким, по отношению к другим людям». Эта мысль известна всем религиям, это золотое правило, и это может быть расцветом новых взаимоотношений между мусульманами и евреями. Сегодня Израиль навязал свою власть в третьем, наиболее священном месте мусульманова, бросая вызов королю Абдулле и Ирдании. Вот почему Израиль должен изменить свою позицию и дать возможность всем мусульманам посещать этот памятник. Это то, на что надеются все мусульмане. Господин председатель, всегда руководствоваться интересами людей непросто. Но сегодняшние проблемы требуют новых глобальных решений. Малайзия будет поднимать эти вопросы в качестве члена Совета безопасности ООН с тем, чтобы реформировать Совет безопасности с учетом реалий 2015, а не 1945 года. Это представляет собой хороший шаг на пути к созданию новой, ответственной глобальной архитектуры. Мы в Малайзии знаем, сколь многое необходимо. Мы были глубоко разочарованы тем, что предлагаемая резолюция по учреждению Международного трибунала для расследования крушения рейса MH17 не было принято, поскольку было применено вето. Мы впредь будем стремиться к правосудию с использованием других правовых мер. Этим мы обязаны родным и близким тех, кто погиб в этом ужасающем преступлении. Но будь то реформа ООН, борьба с экстремизмом или решение вопроса миграции, требуются более активные взаимные усилия. Нам необходимо посмотреть на себя и на наши собственные традиции для того, чтобы создавать новые механизмы. Нам кажется, умеренность – это залог успеха. Умеренность не означает быть слабым. Наоборот, она требует мужества и демонстрации силы. Сила стремиться к миру и к тому, чтобы руководствоваться интересами людей. Этот принцип руководил всеми цивилизациями и вероисповеданиями. Ислам воплощает ее в качестве концепции ватсая, конфуциазма в качестве Чун Юнг. Оба этих слова означают «средний путь» или «золотая середина». Но мы необходимы вновь открыть для себя этот принцип. И 26-й саммит ОСИАН в Малайзии, который состоится в апреле, позволит нам вновь подтвердить свою приверженность данному подходу, когда мы приняли декларацию Лангкави по глобальному движению умеренных. Малайзия готова поделиться своим опытом в сдерживании ислама и ликвидации экстремизма, в осуществлении целей шариата с одновременным осуществлением демократии, с поддержанием мультиэтнического общества, где сосуществуют различные вероисповедания и процветают, и показать, что ислам может не только преуспеть, что он может быть движущей силой прогресса и успешного экономического развития. Господин председатель, сейчас, когда мы совместно работаем над решением этих бедствий, нищеты, ненависти, войны и техногенных стихийных бедствий, которые привели к кризису беженцев, нам необходимо черпать вдохновение из духовных традиций. Именно щедрость Духа выходит за рамки правовых требований. Сура Аббаз, 80-я глава Корана, открывается словами, где Господь критикует пророка Мухаммеда, которого мы, мусульмане, считаем возлюбленным Господа, поскольку он отвернулся и нахмурился, когда один из его последователей, бедный, слепой человек, прервал его, чтобы задать вопрос, в то время как он выступал с проповедью. Если Господь так быстро поставил на место пророка Мухаммеда, как мы, сообщество мусульманских мировых лидеров, можем стоять и не замечать этот укор от нашего Создателя? Сейчас, когда мы хмуримся и отворачиваемся от братских мусульманских стран, тех маргинализованных лиц, которые бегут из Сирии в большом количестве, что вызывает социально-экономические потрясения в Европе, разве мы не несем частичную ответственность за европейскую враждебность по отношению к исламу, для расповедания, которые мы любим? Именно поэтому Малайзия на протяжении лет приняла в своей стране многих бегущих от войны, голоданий и преследований. У нас сейчас сотни тысяч мигрантов, и ранее в этом году мы приняли еще большее число, когда возникла безотрадная гуманитарная ситуация в Андаманском море. Рад заявить сегодня о том, что мы помогаем в решении кризиса беженцев. Малайзия выполняет свою долю ответственности и откроет двери еще трем тысячам сирийских мигрантов в ближайшие три года. Требуется новое международное решение, чтобы урегулировать миграционный кризис. Миллионы бегущих – это люди, похожие на нас. И эта проблема должна волновать всех нас. Необходимо уважать нашу общую человечность, поскольку лишь тогда мы сможем преодолеть различия расы и вероисповедания. Лишь если мы будем смотреть на изображения отчаявшихся мигрантов, жертв экстремизма и тех, в жизни которых ухудшились из-за голода и нищеты, мы видим не незнакомцев, мы видим своих братьев и сестер. И лишь тогда, когда мы видим эту ужасающую фотографию трехлетнего ребенка, Алана Курдия, бездыханного на берегу, мы признаем в нем наших собственных детей, в его ни в чем невинном лице. Необходимо действовать ради самих себя. Все люди мира вызывают о помощи. Мы не можем и мы не должны пройти мимо. Благодарю вас. От имени Генеральной Ассамблеи благодарю премьер-министра Малайзии за заявление. Прошу сотрудников службы протокола сопроводить его превосходительность.